Аня! Всем привет! Ким Нам Джун, более известный как РМ, главный рэпер всемирно известной южнокорейской группы BTS. Автор более 150 песен, заботливый и ответственный лидер. Сегодня мы расскажем, как живет Ким Нам Джун и сколько он зарабатывает. Родился будущий айдол в Сеуле 12 сентября 1994 года. Когда мальчику исполнилось 4, семья переехала в город Каян неподалеку. Именно здесь Нам Джун провел свое детство и юность. Он был отличником в школе и многие сулили ему успешную бизнес-карьеру. Однако примерно в седьмом классе подросток увлекся музыкой и написанием песен, что, конечно же, не было одобрено его родителями. С тех пор он стал мечтать о карьере андеграунд-рэпера и даже выпустил несколько треков в коллаборации с Зика, известного на данный момент исполнителя и участника группы Блок Би. В это время Нам Джун был замечен Бан Ши Хёком, который предложил парню присоединиться к неизвестной маленькой компании Биг Хит Энтертеймент. В 2013 году семеро никому неизвестных парней дебютировали на одном из музыкальных шоу. Интересно, что Нам Джун был единственным участником, который остался от изначального состава. На парня была возложена большая ответственность, так как он стал лидером BTS. Он всячески помогал и защищал других мемборов, пропуская хейт через себя. Однажды группа проводила общую трансляцию, и, будучи единственным, кто владеет английским языком, Нам Джун переводил остальным ребятам только хорошие комментарии, избегая негатив. А его было много, так как группа не добилась особой популярности в начале карьеры. Однако на этом их история не заканчивается. Слава все-таки приходит в 2015 году, когда группа выигрывает первую награду на шоу. Следом, Дэ Сан или «Наивысшая награда» в 2016 году, звание «Лучший артист социальных сетей» в 2017 на Билборд, коллаборации с иностранными артистами, рекламные контракты, выступления с речью в ООН и многое другое. Нам Джун – один из самых влиятельных людей в кей-поп. Он получает огромную прибыль от написания песен, рекламных взаимодействий и акций своей же компании Big Hit Entertainment. Стоимость его чистых активов составляет около 15 миллионов долларов, и эта цифра растет из года в год. Это позволяет ему вкладывать большинство своих финансов в недвижимость. В ноябре 2019 года стало известно, что Айдол приобрел квартиру в одном из самых дорогих комплексов Сеула – Ханнам Зе Хилл. Площадь жилья составляет 284 квадратных метра и стоит 4 миллиона долларов. Интересно, что парень внес сразу все деньги, без использования кредита. Также он поступил и с недавней покупкой, которая состоялась в марте 2021 года. Нам Джун купил еще одну квартиру за 5,5 миллиона долларов. Предполагается, что это жилье предназначается для его родителей, однако никакой подтвержденной информации на этот счет нет. Личная жизнь артистов Биг Хит держится под большим секретом. Журналисты никогда не сообщали о романтичных отношениях Ким Нам Джуна, поэтому принято считать, что сейчас его сердце свободно. Во время интервью парень поделился, что ему нравятся девушки-одногодки или постарше. Его идеальный тип – это умная девушка с приятным голосом и светлой кожей. Если она не будет связана с шоу-бизнесом, то он бы хотел написать ей песню, где извиняется за то, что он айдол. Его график очень загружен, а также у него много девушек-фанаток. Строить отношения с таким стилем жизни очень непросто. Несмотря на репутацию холостяка, недавно в сети появились слухи о том, что на самом деле Нам Джун женат и даже имеет ребенка. Все началось в 2019 году, когда рэпер заявил, что хотел бы стать отцом в скором времени. После этой фразы фанаты начали замечать, что парень постоянно носит кольцо, которое вполне может сойти за обручальное, и часто покупает детскую одежду, аргументируя это тем, что она милая. Наконец, во время своего дня рождения в прошлом году, RM из BTS загрузил серию фотографий, подписав «С днем рождения меня». На одной из них можно увидеть девочку, которая, по мнению некоторых интернет-пользователей, могла быть дочерью лидера группы. Конечно, ни агентство, ни сам артист никак не прокомментировали эту ситуацию. Поэтому мнения разделились. Некоторые фанаты считают, что это может быть правдой, а некоторые уверены, что он полностью сконцентрирован на своей музыкальной карьере. Верить или нет, решать только вам. Удивительно, но один из самых богатых знаменитостей Кореи не имеет машины. Нам Джун – единственный участник BTS, у которого нет водительских прав. Однако он не отстает от других и водит велосипед. Коллекции велосипедных фото Айдола хватило бы на целую выставку. В словаре английского языка даже появилось слово «намджунить». Намджунить означает «жить, как Ким Намджун». Ходить на прогулке в парк, кататься на велосипеде, наслаждаться природой и посещать картинные галереи. У Айдола даже есть песня, посвященная прогулкам в парке. И она так и называется – «Велосипед». На прошлый день рождения парень получил его как подарок от одного из мемборов BTS – Джина. Он с удовольствием похвастался им перед фанатами, и уже через пару часов эту модель раскупили. Эффект BTS поражает. Стоит им показать какую-то вещь, как она тут же уходит в солд-аут. Намджун известен как бог разрушения. Участники BTS уже даже не удивляются, когда он ломает что-то из вещей. Например, во время съемок музыкального клипа «Blood Sweet and Tears» Айдол нечаянно сломал стеклянный пол под ногами во время танцев. Также, когда группа выиграла награду, Намджун подскочил от радости так, что его стул упал на сидящий позади бойс-бенд. Выходя на сцену, он чуть не опрокинул один из столов, поэтому другим Айдолам пришлось его придержать. Еще один интересный случай произошел во время продвижения BTS с песней «Fake Love». В хореографии этой песни во время партии Шуги есть момент, когда парень как будто хватает Чонгука за рубашку. Так получилось, что Намджун действительно схватил участника за рубашку. И когда тот повернулся в другую сторону, пуговицы не выдержали. Рубашка была порвана, что поставило как Чонгука, так и Намджуна в очень неловкое положение. Однако фанаты были абсолютно не против, и они даже поблагодарили Айдола за это. Кроме того, что Намджун достаточно неуклюжий, он еще и очень забывчивый. Во время путешествия по Северной Европе и Чили в 2016 и 2017 годах он потерял свой паспорт, поэтому ему пришлось в срочном порядке возвращаться в Корею. Айдол также признался, что потерял где-то 33 пары AirPods, что повергло фанатов в шок. Один из участников, Тэхён, упомянул, что однажды лидер забрал его наушники и не отдавал на протяжении двух месяцев, все время думая, что они принадлежат ему. И фанаты, и мемберы BTS давно смирились с этой особенностью лидера, и даже считают это довольно милым. Даже если бы Намджун не стал Айдолом, он точно смог бы успешно реализоваться и в другой сфере, так как он очень умный. Выпускаясь со школы, он попал в 1% образцовых учеников Кореи по результатам вступительных экзаменов, набрав высокие баллы по корейскому языку, математике и общественным наукам. В возрасте 15 лет он получил 850 из 990 баллов по TOEIC, международному экзамену по английскому языку, а в 2021-м Айдол поделился, что прошел этот тест на 915 баллов, что является очень высоким результатом. Его IQ составляет 148, а людей с IQ свыше 130 принято считать одаренными. Несмотря на это, иногда он все же ошибается. Так, например, Намджун часто не замечает, как спойлерит фанатам новые проекты группы. Во время одной из трансляций поклонники заметили на диване какую-то игрушку и попросили Айдол рассказать поподробнее о ней. Он с радостью повернулся и, взяв в руки игрушку, громко выкрикнул «Ван!» Это была плюшевая игрушка из коллекции BT21, которая на тот момент еще не была раскрыта. Осознав свою ошибку, лидер откинул игрушку и продолжил, как ни в чем не бывало, вести эфир. Такие конфузы случались и случаются очень часто, что знатно веселит армия. Все из BTS очень любят животных, и Намджун не исключение. У него есть собака по имени Рэп Мон. Это имя дал ему кто-то из членов семьи, однако сам хозяин ласково зовет его Мони. Оно образовано от старого сценического имени Намджуна – Рэп Монстр, которая потом сократилась до РМ. Рэпер редко бывает дома, поэтому о питомце заботятся родители и младшая сестра звезды. Каждый раз, когда парень приезжает в гости, он всегда постит милые фото со своим четвероногим другом. Также он часто упоминает его на трансляциях. Путь к славе никогда не бывает легким. Намджун рано начал проявлять свой музыкальный талант, и это очень не понравилось его маме, которая видела сына успешным бизнесменом. Как-то раз она даже разбила его микрофон и испортила компьютер, в надежде, что он бросит свою затею. Только после откровенного разговора мама парня поняла, насколько это важно для него, и больше не препятствовала. Упорство и талант Намджуна в конце концов привели его на вершину славы. Сейчас мама наверняка очень гордится сыном. Многих фанатов кей-поп часто интересует вопрос пластических операций айдолов. По официальной информации, РМ никогда не делал косметических операций по изменению внешности. Известно только про некоторые хирургические вмешательства, связанные с проблемами со здоровьем. В 2017 году в сети появилась информация о том, что Намджун перенес очень сложную операцию на сердце в 15 лет. У такой операции был только 30-процентный шанс на выживание, и до сих пор не ясно, является это правдой или нет. Единственная подтвержденная операция, которую перенес парень, была операция по исправлению искажения носовой перегородки в 2018 году. Сделал он это по рекомендации врача, так как испытывал проблемы с дыханием через нос. К счастью, все прошло хорошо, и вскоре Айдол вернулся к работе. Напишите в комментариях, какое качество в РМ вы цените больше всего.